Приветствую вас. Я думаю, что ответом на ваш вопрос является ваша фраза, она очень ранимая, я не хочу её обижать. Вот это ответ на ваш вопрос, и вместе с тем это свидетельство того, что изменились вы, возможно, и в лучшую сторону, но проблемы свои, принципиальные проблемы, системные проблемы вы не решили. Потому что вы боитесь обидеть человека, вы говорите, что он ранимый, хотя обидеть кого-либо вы не можете, всего того, что человек обидится способен только сам, вот, а ранимость человека это исключительно не ваша ответственность. Дальше, в пользу проблем с личной ответственностью, с границами личной ответственности, говорите то, что вы назвали свою тему «Влюбила в себя ненужного человека». Я вам открою небольшой секрет, ну, влюбить в себя никого нельзя. Человек влюбляется сам, и вы не ответственны за то, что вас влюбляются. Поэтому здесь у вас слишком много ответственности, и человека обидеть вы боитесь, хотя вы не можете, и влюбили вы в себя кого-то, хотя влюбить кого-либо в себя вы тоже не можете, это невозможно сделать, в принципе. Вот. Так что история здесь исключительно про то, что вы слишком много на себя берёте. Я думаю, что если человек раним, или если человек хочет обидеться, то он вне всякого сомнения обидится, что бы вы ему не сказали, и как бы вы ему не преподнесли что-либо для него неприятное. Тут важно уловить, что неприятное это для него, и проблема это его. То есть, что для него это неприятное, это проблема его. Ему это неприятно для вам. Вот. И за это он отвечает сам. За это он сам отвечает за то, что ему неприятно. И при желании он может сделать так, чтобы это предстало быть ему неприятным. Но вы считаете, что это ваше ответственность. Вы считаете, что вы можете кого-то обидеть. Я бы сказал, что здесь имеет место быть немножечко мания величия. То есть, искусственное завышение собственной значимости. Что говорит о том, что вам собственной значимости не хватает. Что говорит о том, что вы нуждаетесь в том, чтобы быть значимым. Но вот у вас, видимо, не получается, или вы себя в этом не признаетесь, или что-то еще, и вот вы искусственно так вот свою значимость завышаете. Мол, я могу кого-то влюбить в себя, я могу кого-то обидеть в себя, обидеть в себя. Нет, не можете. Не можете вы никого обидеть. Вот. Поэтому, разграничить свою личную ответственность при взаимодействиях с другими людьми, это первое. Более реалистично и конструктивно реализовывать собребность собственной значимости, это второе. И третье, что я мог бы выделить, это вот то, что вы говорите, когда человек к вам прикасается, напрягивается вам противно. Вот. Это тоже очень важный момент, потому что, ну, объективно вас не щиплют, вас не трогают, я надеюсь, в каких-то интимных местах. Вот. А вам не причиняют, опять же, я надеюсь, боль. И если это просто касание, если это просто именно дотрагивание, то противно они быть не могут. Объективно. Но вам противно. То есть идет отторжение. И отторжение это всегда защита. А защита это всегда агрессия. И поскольку здесь угрозы никакой нет, объективно, опять же, что эта агрессия на что-то ранее вам угрожающая. Я не знал, может быть, вы, изменившись, как вы сказали, в лучшую сторону, стали эту агрессию в себе подавлять. Стали меньше защищаться. Я считаю, что он не идет вам на пользу. То есть понятно, что на пользу это не шло, когда вы игру, вы кого-то отшивали, это тоже на пользу не идет. А вот так же, по сути, вы имеете место с угрозой какой-то, которую вы не очень хорошо распознаете и на которую вы неадекватно реагируете. Вот. Но сейчас ситуация, мне кажется, стала более такой вот, более скрытой. И для вашего психологического состояния, ну, как я это вижу, это не очень хорошо. Вот. То есть я понимаю, если человек изменяется в лучшую сторону, когда он становится более искренним, когда он находится в своих, ну, как бы, в контакте со своими. Я это понимаю. Но то, что говорите вы, это звучит просто, как такая вот адаптация. То есть, вот вам противно, вот вы не можете сказать нет, вот вы не можете человека отшить, но это просто, на самом деле, качели. То есть, если раньше вы были очень грубые, то сейчас вы слишком мягкие, да. Ну, как бы, понимаете, это и другое. Не лучшая история для вас. Не лучшая история для вашего самочувствия и благосостояния. Вот и все. Поэтому, я думаю, такой можно дать вам ответ. Соответственно, в этих вот трех, в этих нескольких вот направлениях вам нужно поработать, мне кажется. А, значит, ну, в формате психотерапии. А, вот. И, соответственно, уже дальше, я думаю, будет видно, как и что вам делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует.